Достовернее, точнее, быстрее. Химико-таксилогическая лаборатория Республиканского наркологического диспансера пополнилась современным диагностическим оборудованием, позволяющим определять в биологических средах организма запрещенные вещества, используемые не в медицинских целях. Каким образом это отразится на тех, кому необходимо получить справку от нарколога? Смотрите в нашем материале. Оборудование нового поколения пока только поступило на вооружение лаборантов. И говорить о его результативности пока рано. Но профоптимизм коллективу внушает тот факт, что на таких же машинах работают ведущие коллеги во всем мире. Причем тот вариант, который у нас есть, он позволяет, с одной стороны, выполнять полностью автоматизированный анализ текущих проб, а с другой стороны, он позволяет проводить прогноз новых соединений. Очень большую роль тут позиция главного врача, наркодиспансера, позиция министра и позиция главы республики, что они сумели убедить и обосновать, так сказать, наше правительство, выделить деньги именно республике Мариэл, чтобы поставить надежный заслон именно здесь. В настоящее время базовым оборудованием оснащены все наркологические лаборатории страны, а вот дополнительным, позволяющим получать детальный ответ в исследованиях не более 10 регионов. Теперь Мариэл в их числе. В конце 2014 года по федеральной программе «Модернизация наркологических служб против запрещенных веществ», которые используются не в медицинских целях, диспансеру было выделено более 30 миллионов рублей. Из республиканского бюджета еще 2,5. Минздрав направил всю сумму выделенных финансовых средств на модернизацию лаборатории наркодиспансера, потому что все лечебные учреждения, которые связаны с отравлениями, токсическими веществами, запрещенными препаратами, неизвестными ядами, это оборудование может сделать анализы и определить, каким веществом отравил 100 или 100 человек. Новое оборудование позволит специалистам без труда производить анализы, о которых раньше можно было только мечтать. Отразится это и на тех жителях республики, которым по тем или иным причинам необходима справка от нарколога. По водителям, по приобретению оружия, работники, работающие в аваритных условиях, они проходят через наркодиспансер, мы их тестируем, сперва на скрининг в полосках в тестах, а у кого выявляется наличие в организме тех или иных запрещенных веществ, мы уже глубже анализируем, в частности, в нашей лаборатории, выявляем, какой вид запрещенного вещества, их количество, и как долго применяется, употребляется этим человеком это вещество. Раньше было серьезно, а сейчас еще основательнее и капитальнее будет подход каждому гражданину, который хочет владеть оружием или сесть за руль автомобиля, или работать во вредных условиях. То есть допуск будет очень строгий. До сегодняшнего дня лаборатория имела два старых аппарата выпуска начала 2000-х годов. После переоснащения у специалистов, кроме прочего, появилась возможность работать сообща с ведущими сотрудниками из Краснодара и Нижневартовска. Их приборы связаны через интернет не случайно, объединив в одно целое север страны, юг и по Волжье. С появлением новых видов хроматографов и с возможностью связи Национального научного центра наркологии в Москве и всех этих трех регионов через интернет появилась возможность уже идентифицировать то или иное запрещенное вещество, которое появилось в том или ином регионе. И можно будет связаться с Москвой, идентифицировать и провести профилактические мероприятия в том или ином регионе. Постепенно такое оборудование, как у нас, появится и в остальных регионах страны. То есть все больше лабораторий будут входить в систему мониторинга базы данных, запрещенных к употреблению веществ. А как известно, для достижения поставленных целей работать сообща всегда эффективнее. Ищите низкие цены на рекламу. Они здесь. ТВ и радио на Патриаршей. Наши цены не растут. Заказ рекламы по телефону 42 28 28.